Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Huawei Mate 40 Pro. У меня их, собственно, два, и мы их, шутка, не разыграем. Я его взял себе и своей жене, поскольку это мой основной девайс, как видите. И да, в комплекте был вот такой вот чехол с лампой. Но сегодня мы поговорим непосредственно про Huawei Mate 40 Pro. Приступим. Вот, собственно, сама коробочка от Huawei Mate 40 Pro. Это, собственно, черная версия, да, как бы мужицкая, пацанская. Также есть в наличии у меня и серая версия, которую я приобрел своей жене. Так, вскроем, посмотрим, что же они положили в комплектацию, что же идет европейской версии в комплектации. Поскольку в некоторых распаковках я видел, шел еще дополнительный чехол. Но я так предполагаю, что в описании к моему товару этого чехла не было, я думаю, что его не будет. Так, вот таким вот образом это все выглядит. Вот так это все запаковано. На его он гораздо лучше, чем... Так, вот она, ланочка. На его он гораздо лучше, чем... Чем на картинке или на видео. То есть вам не передать это таким образом. Так, это у нас скрепка и, скорее всего, документация. Ну или... Да, там, скорее всего, должен был бы быть чехол. Скорее всего. Потому что места там много, а бумажечка такая маленькая. То есть пусто. Должен быть силиконовый чехол. Но, скорее всего, в европейских версиях его просто нет. Так, тут всякие советы. Баркоды, AppGallery, Huawei Phone Clone и Petal Search. Это, собственно, их собственный поисковик. Так, что у нас тут дальше? 66-ваттная зарядка на 6 А. То есть заряжается полностью за 45 минут. То есть очень-очень шикарно. И быстрый провод на 6 А. Это просто бомба. То есть наушники, капельки на Type-C, которые, скорее всего, я не буду пользоваться, поскольку вы уже видели, что мне пришли FreeBuds Pro. Больше у нас ничего нет. Посмотрим, собственно, на сам девайс. Так, вот он, собственно, наш девайс. Откроем пленочку нашу. Так, это все красивенько. Ну, слушайте. Он выглядит не как черный. То есть спереди, видите, черный. А сзади он какой-то как керамика. То есть я видел керамические смартфоны. Они примерно таким вот образом выглядят. Возможно, это задел под керамику. То есть керамическое черно-молочное. Вот такой вот. То есть я был уверен, что он будет тупо черный. Вот как вот камера. Или как экран черный. То есть спереди он черный получается. Кстати, да, пленка с леофобкой наклеена. Которую я, скорее всего, долго снимать не буду. Поскольку очень практично. Практично. Да. Имейте в виду. Ну, задний цвет просто бомба. Я думал, он будет тупо черный. Оказывается, вот он такой. Поскольку перламутровый цвет у них серый. Который не является по факту серым. Он более, как бы, перламутровый. Да, вот такой вот непосредственно красавец у меня лично. У моей жены классический серебристый. И я бы его назвал бы даже не серебристым, а радужным. А в моем случае он выглядит как керамический смартфон. Мощь и качество. Так можно сказать про линейку Note. Да, поскольку во флагманскую линейку Note всегда попадали самые продвинутые технологии, самая лучшая начинка, самая лучшая камера. И так было всегда. И принято считать, что эти технологии, которые сейчас находятся в Mate, они же перейдут и в P50. То есть это равнозначный смартфон будущему P50, который еще на данный момент не вышел. Да, в этот раз серия Mate вышла в четырех вариациях. Это, собственно, Mate 40 Pro. Есть также Mate 40. Я не знаю, чем он отличается. По-моему, у него было три камеры, если я не ошибаюсь. Напиши, кстати, в комментариях, если это не так. Есть Mate 40 Pro Plus. У него пять камер, пять модулей камер. Так же, как и с P40 Pro и Pro Plus. Там такая же ситуация, там на один модуль камеры больше. И керамический корпус с задней стороны. Так же и в Mate 40 Pro Plus. Но на территории РФ и также в Европе этих смартфонов, в принципе, найти было... найти невозможно. Я находил RS. Да, это, кстати, RS. Это четвертый вариант Mate 40 Pro. RS значит Porsche Design. Он немножечко по-другому выглядит. Если я не ошибаюсь, у него тоже четыре модуля. То есть он равносилен по технологиям P40 Pro Plus. Но при этом у него дизайн под Порше. Но, если честно сказать, даже Pro Plus выглядит достаточно по дизайну очень прикольно. То есть мне нравится, как выполнены здесь водопад. Водопад здесь не зря выполнен в таком плане. Поскольку кнопки немножко на задней стороне. Это сделано не зря, поскольку в нем есть сенсорный тач. То есть можно нажать и та же громкость будет двигаться. То есть если вы нажмете громкость на самом экране тройным тапом, то сможете регулировать громкость. Так как и с левой, так и с правой стороны. Так было в Mate 30. В Mate 30 была такая ситуация, что у них вообще не было кнопок качельки громкости. Насчет блокировки я точно не помню. Возможно тоже ее не было. И это было неудобно. Это действительно неудобно. Если ваш смартфон находится в кармане и вы хотите отрегулировать громкость. То у вас остается два варианта. Либо подключать наушники. Если вам повезло, у вас они подключены. Вы сможете регулировать громкость. Либо вам придется заставать смартфон. И тройным тапом нажимать и туда и сюда. Это немножечко не каждому, скажем так, подойдет. И не каждому придется по вкусу. А здесь оставили и эту технологию. И также вернули кнопки на место. Да, в основу аппаратной платформы Mate 40 Pro лег процессор от Kirin 5 нанометровый. Если что. Kirin 9000. По заявлениям это скорее всего будет последний процессор смартфонов компании Huawei. То есть в P50 Pro скорее всего будет тот же Kirin 9000. Или будет немножечко разогнанный. Поскольку на данный момент этот процессор стоит только в линейке Mate 40. И как я уже ранее сказал, что Mate, все технологии с Mate обкатываются и потом переходят в следующую линейку от P. То есть, допустим, Mate 30 был. Mate 30 Pro, по-моему, тоже, да? Нет, по-моему, не было. Mate 30 был и также был P40. Все технологии, которые были в версии Mate 30, перешли в P40. И немножечко там некоторые вещи прокачали. Но, в принципе, смартфоны равносильны друг другу. Да, я не проводил никаких опытов и тому подобное. Могу только поделиться, скажем так, собственными ощущениями от этого девайса. Смотрел разные обзоры. То есть сейчас появился Snapdragon 888. В некоторых флагманах линейки Xiaomi они сильно троттлят, сильно сбрасывают, сильно греются. В OnePlus, но, кстати, очень хороший смартфон, на мой взгляд, по обзорам. И вообще, как он выглядит, тоже ничего. И технологии у него хорошие. И он проигрывает этому смартфону по процессу. При том, что этот смартфон вышел раньше. Он уже, если я не ошибаюсь, 6 месяцев или даже больше. И новый OnePlus не может его обогнать. То есть он скидывает частоты. Этот скидывает совсем чуть-чуть. И в играх он остается холодный. То есть он немножечко нагревается. Совсем тепленький становится. При максимальной нагрузке он никакие частоты особо и не сбрасывает. То есть, ну, по факту это сбрасывает. Просто не так сильно, как все остальные. У остальных там шкала уходит прям вниз. А у него вот так чуть-чуть ушла и все. В принципе, на гранях зеленого остается. Что, в принципе, мое почтение. Но существенный минус этого девайса для большинства пользователей будет отсутствие Google сервисов. В моем плане немножечко стало проблемой, поскольку я привык что-то надиктовывать. Диктовал я это. То есть сообщение я писал голосовым вводом через G-Bot. G-Bot относится к сервисам Google. И вы можете установить G-Bot, но пользоваться голосовым управлением вы не сможете. Ну или, по крайней мере, у меня не получилось. В данный момент, не знаю, как точно сейчас, когда я последний раз проверял, когда задумался насчет Google сервисов только из-за этой фичи. Да, Google сервисы накатить на этот девайс нельзя. На P40 можно, на Mate 40 нельзя. Но, скажу я вам, сильных проблем у меня с этим не возникло. У меня есть в нем YouTube Fanset. Две штуки аж целых. Простой YouTube тоже работает, но активация аккаунта не работает. Активацию аккаунта вы можете провести через браузер и, скажем, вывести на главный экран просто иконку с вашим YouTube, если вам это нужно. То есть все остальные приложения, в принципе, работают. То есть все, где нет активации через Google сервиса, в принципе, сейчас это редчайший случай, поскольку большинство приложений предлагают альтернативу такую, как активацию через Facebook или же просто пароль. Пароль, пароль. А в моем случае все, то есть там, либо какие-нибудь игрульки у меня там были, либо какие-нибудь аккаунты, все это загрузилось через пароли. Даже некоторые через, у меня были просто через пароль Google. Это все завелось и никаких проблем, в принципе, не возникло. И мое ощущение, что отсутствие Google сервиса в какой-то мере повлияло на его автономность и его быстродействие. То есть он не глючит, он держит батарею очень хорошо. То есть если пользоваться им в развертке 60 Гц, в стандартной развертке, да, у него, напоминаю, если не говорил, то у него развертка, полная развертка 90 Гц. То есть ей можно пользоваться везде. Но при этом она немножечко подъедает батарею. Но при этом, даже если вы пользуетесь по максимуму этим смартфоном, он у вас батарейку будет держать больше, чем один день. То есть, а в развертке 60 Гц, при там, не сильных там, игрульках, даже можете и поиграть, можете пользоваться вплоть до двух дней. Что, в принципе, в последнее время редкость. А что еще классное, что мало того, что я его стал заряжать редко, в комплекте идет 66-ваттная зарядка, которая заряжает смартфон, приготовься, за 45 минут. OnePlus заряжается за 2 часа. В принципе, все говорят, что, ну, типа, быстро относительно его батарейки. Да, я по спекам не помню, какая батарейка, но это не важно, если смартфон держит около двое суток и заряжается за 45 минут, то это мое почтение просто. Объем оперативной памяти этого девайса 8 ГБ. Встроенная память 256 ГБ. И есть возможность также встроить nanoSIM. Это приоритарная карта от Huawei, которую вы должны покупать, скорее всего, только с сайта Huawei. И стоит она не очень дешевых денег. Не очень дешево. И, да, в другой случае можно задуматься. В другом случае можно задуматься, поскольку Mate 40 Pro только 256 ГБ памяти имеет. Не меньше, не больше. Если вы хотите больше, то вариант Pro Plus. Но Pro Plus нигде не достать. В этом проблема. Достать можно какими-то левыми путями и с достаточно большой доплатой. что, в принципе, нецелесообразно. Там дополнительный модуль камер, оптическая стабилизация и керамический корпус. Возможно, сама память быстрее. Я думал, они хоть на чем-то сэкономили, поскольку по технологиям, в принципе, с моей точки зрения, лучше, чем iPhone 12 Pro Max. Поскольку ToF-сенсор встроен вот в эту вот фасолинку. И там реально ToF-сенсор. Мало того, что он срабатывает очень мгновенно, отслеживает зрение. То есть можете положить телефон на Always On Display и сделать такую фишку, что у вас будет Always On Display, но только когда вы на него смотрите. И также разблокировка по лицу срабатывает мгновенно. То есть сейчас он сработал. И еще такой прикол, что не нужно при этом свайпать. То есть я на него посмотрел, и он мне разблокировал экран и вывел то, что у меня было там. Либо главный экран, как это означает. То есть я на него посмотрел, и он мне его разблокировал. Мне не нужно свайпать. То есть это суперский прикол этого смартфона. Еще один суперский прикол это скриншоты. Два раза постукивание по центру экрана и вы сделали скриншот двумя кулачками. Он уже пишет экранку. И с микрофоном, и без можно выключать. Тоже прикольная штука. Жесты. Можете делать скриншот. Вот он сделал скриншот. То есть хоп, хоп, хоп. Можете также листать, только немножечко. Жестами я в принципе не особо пользуюсь. Я делаю постукивание. Или бы, если делаю экраночку, постукивание двумя пальцами. Что в принципе круто. Такого я еще пока не встречал. До этого у меня был на тесте Mate. Это, напоминаю, уже основной. То есть я определился. Это мой основной девайс теперь. До этого я думал брать Note 20 Ultra. Но он, скотина, троттлил, грелся и разряжался чуть ли не за полдня. При таком же использовании, как здесь. То есть здесь, если сильно нагружать, да, он у вас сядет за, там, чуть больше, чем один день. Ну, или один день. То есть при, там, не знаю. За очень редким исключением он держит чуть меньше одного дня. То есть так-то он держит, я говорил, до двух дней при развертке 60 Гц. Я, в принципе, пользуюсь 90 Гц. И вот где-то примерно полтора дня у меня держит этот девайс. Как и у всех последних моделей в флагманах, любых, у него в Kirin уже встроено модем или чип, я не знаю, как это называется. Чип 5G. Если вы боитесь, обмажетесь кремом и можете, в принципе, покупать этот девайс. Но скажу от себя, что у моего провайдера есть 5G. Он мне его отображает. Но, в принципе, разницы никакой я не заметил. Имейте в виду, что у вас будет смартфон уже на вырост, скажем так, на будущее. То есть 5G будут быстрее и у вас эти уже 5G есть. То есть если вы приобретаете, как и я, смартфон на ближайшие 3, а то и 4 года. Кто его знает, что там будет из-за кризиса полупроводников. Поговорим, собственно, про дизайн этого смартфона и как же он чувствуется в руках и тому подобное. То есть я его использую с оригинальным чехлом-лампой. Вот такой вот. Здесь такие открытые края. Очень много оригинальных чехов выполняется в таком вот манере. Также у меня есть для работы второй чехол. Его в данный момент при мне нет. Но, надеюсь, сейчас я покажу. На заднем фоне все это будет видно. И да. Широкоугольная камера Mate 40 Pro. И во время съемки видео, заодно можете оценить звук. Можно переключаться на просто широкий угол и на единичку. И можно заценить зум. Плюс 15. На основную камеру. Плюс 15. Плюс 15. Плюс 15. Плюс 15. Плюс 15. Мерс perishы. Huawei Mate 40 Pro доступен в двух цветах, черный и серебристый Но я бы назвал его не серебристым и не черным А в случае с серебристым он является каким-то белоперламутровым А в этом плане он какой-то такой жемчужно-черный Поскольку он такой молочный, похож немножечко на керамику Мне в принципе нравится Но, как я уже ранее говорил, неважно практически какой у вас цвет Если вы носите свой смартфон в чехле Хотя здесь цвет виден, где лейка отличается То есть у моей жены точно такой же чехол в комплекте шел Кстати, 70 евро стоит чехол, его в подарок вот тут И у него лейка, то есть здесь первомутровая А у меня вот такая вот черно-молочная Скажу лишь одно, что на его этот смартфон выглядит гораздо лучше Чем сейчас вы там видите на видео Под съемы Да, на его это просто мое почтение То есть я когда смотрел обзоры перед тем, как приобретать этот смартфон Я думал, ну что-то вот эта вот камера круглая Немножко стремновато все это выглядит Но когда этот смартфон попал мне в руки Моя-моя, мое почтение То есть реально офигенный смартфон Были бы еще гугл сервисы Хотя, может быть, из-за них смартфон начал бы лагать Кто его знает В принципе, я им полностью доволен Могу только рекомендовать Единственный прикол, что если вас тревожит, что в нем нет гугл сервисов Это уже, конечно, решать вам Да, вот такой вот сегодня недообзор на мой новый девайс В ближайшем будущем будет обзор также на этот чехол-лампу И на наушнички Huawei FreeBuds Pro Да, не забывайте подписываться, комментировать, оставлять лайки Мне очень важна, очень важна ваша отдача в плане комментариев Поскольку мне интересно помогать людям, которые пишут мне некоторые комментарии С просьбами или с вопросами Эмм, да, вроде бы все сказал Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях Ну а с тобой был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего и до свидания